Всем добрый вечер. Все готовы? Окей, хорошо. Меня зовут Алексей Сидоренко, и я руководитель теплиц социальных технологий. Мое отношение к городам связано не только с приложениями. Я в том числе защитил кандидатскую диссертацию по географии, рассказывая и описывая рост российских городов в период экономического роста. Три года моей жизни. Но сегодня мы поговорим о чем-то чуть более веселом. И сразу перейду к определениям. И что такое… Прежде всего, что такое городские приложения? Городские приложения, как мы в теплице понимаем, это часть гражданских приложений, и это платформы и сервисы для общественных изменений. Соответственно, городские приложения – это любые платформы и сервисы для изменений в городе. И почему сегодняшняя лекция называется «Город 2.0»? И это не просто потому, что это как-то очень модно. 2.0, 3.0, 4.0, 100. А просто потому, что мы берем это название из определения Web 2.0, которое появилось впервые в 99-м году, но распространяться стало в 2004 году, и скоро отпразднует 10 лет со времени первой конференции Web 2.0. И основным ключевым словом, связанным с Web 2.0, было слово «участие». И не просто «участие», а массовое участие в создании содержания. И точно так же, как в Web 2.0 пользователи создавали содержание, точно так же граждане по мере распространения вообще, как в целом практик по поводу создания содержания, и так же и граждане стали участвовать в этом процессе. И этот процесс был связан как с эволюцией браузерных технологий, так и с эволюцией пространства, где можно было держать и хранить содержание. Если помните, до 2005 года таких вещей, как YouTube, просто не существовало. И каким-то образом это стало происходить, в том числе в других сферах, которые, казалось бы, с технологиями не были связаны. Сегодня мы поговорим о том, оказались ли… У нас есть достаточно много времени для анализа, целых 10 лет. С нами сегодня 4 представителя. К сожалению, у нас только мужской сегодня коллектив. Я надеюсь, выступления из зала как-то разбавят наш гендерный баланс сегодня. Но вместе с нами авторы приложений, которые, возможно, в Москве не очень известны, но очень влиятельны либо в своих регионах, либо в своих областях деятельности. И они так или иначе связаны как с городом, но в том числе они очень связаны с горожанами. Я хотел бы представить, по мере, соответственно, Степана Митаки, сооснователя MyCity.io, а также более 20 краудсорсинговых платформ, Дмитрия Барышникова, компания NextGIS, Стив Кадинс, координатор проекта «Красивый Петербург», Руслан Шикуров, CEO проекта «Поиск доноров». Соответственно, Степан приехал к нам из Мурманска, Дмитрий приехал из Москвы, Стив из Петербурга и Руслан из Казани. И возвращаясь к приложениям, в целом приложение — это, безусловно, некая эволюция технологий для общественного участия. То есть не то, что технологии для общественного участия, некая, с одной стороны, эволюция технологий, с другой стороны, эволюция общественных движений, собственно, городских. И мы помним время, когда в России эти многие городские движения появлялись на такой платформе, которую сегодня возглавили очень… Сегодня новости появились о том, достаточно странные люди, которая называлась «Живой журнал». И, наверное, многие из вас помнили, а, наверное, кто-то даже участвовал, такое общество «Синих ведерок», которое появилось в 2010 году. И недовольство мигалками возрастало достаточно долгое время, но общество появилось, собственно, после инцидента с участием топ-менеджера Лукойла. И после этого люди, прицепляющие пластиковые ведерка к своим машинам, напоминающие мигалки, стали распространяться. И это все стало возможно, в том числе с помощью технологий. И это повлияло на город. И повлияло таким образом, что число мигалок сократилось с тысячи с чем-то там до 569, кажется. И, в том числе, это сильно, скажем так, украсило просторы интернетов российских. И это, на самом деле, был, на мой взгляд, и я приглашаю всех к дискуссии, возможно, кто-то сможет рассказать какие-то более ранние истории. На мой взгляд, это было первое проявление технологий и общества в борьбе за свои права. Но давайте расскажем, посмотрим, как технологии появлялись именно в виде приложений вообще в целом со времен Web 2.0. Великобритания, 2007 год, FixMyStreet, почини мою улицу. Да, еще забыл сказать по поводу рувидерка. Сообщество никуда не делось. Сейчас это 51-е по популярности сообщество в живом журнале, в твиттере больше 12 тысяч подписчиков. Соответственно, во Вконтакте более 5 тысяч человек следует за этим сообществом. FixMyStreet, которое дало целую, скажем так, целую серию приложений и, собственно, исконно городских приложений, которые основываются на самом простом принципе, что сфотографируй, заяви о неисправности и, пожалуйста, добивайся того, чтобы эту неисправность исправили. И что было интересно по поводу FixMyStreet, то, что это приложение было выложено в открытом коде. Со временем основания приложения было решено более 250 тысяч различных проблем. И сама инсталляция, которая доступна любому, появилась более чем в 8 странах. И, соответственно, open-source стратегия вообще характерна для многих городских приложений, но она не является единственной. По этому пути пошла Rusyama, которую решили 20 тысяч уже проблем. И мы в теплице, используя Rusyama, сделали Росдоступ совместно с организацией Перспектива по поводу доступности именно для людей с инвалидностью. Но open-source стратегия не является единственной. Также в Америке даже более успешная в 2008 году появилась платформа CyclicFix, которая наладила взаимоотношения с более чем 170 муниципалитетами по Соединенным Штатам и решила больше 670 тысяч различных проблем из более 1 миллиона отчетов, которые были добавлены пользователями. В некоторых городах, по подсчетам создателей этой платформы, там чуть ли не до 20% населения доходит в количественном отношении, что 20% населения пользуются этой платформой в конкретных муниципалитетах. И здесь мы видим различия по сравнению с FixMyStreet, то, что это была сделана платформа, именно что есть компания, которая знает, как общаться с пользователями и продает свои услуги по взаимодействию пользователей и муниципалитетов друг с другом и связывает друг с другом платформы таким образом, чтобы они общались и все выигрывали. По этой модели пошел очень интересный мне проект streetjournal.org, пермский проект, которому первому удалось установить взаимоотношения с местной администрацией во время так называемой пермской культурной революции, когда заявки, поступающие от streetjournal, входили в делооборот пермской краевой администрации, тогда уже краевой, для того, чтобы и уже обрабатывались. К сожалению, это не продлилось долго. Как только Олег Черкунов покинул свой пост, собственно, инициатор культурной революции, то это все дело тоже и накрылось. Но это был интересный повод. И об этом, скажем так, ключе и об этом направлении развития гражданских приложений мы поговорим сегодня с авторами красивого Петербурга. Я не буду здесь останавливаться, потому что у нас будет целых 10 минут рассказа об этой платформе. И MyCity.io в сервисе по предложению идей, в данном случае здесь скриншот с первого, кажется, MyMurman.io в проекта Степана и его коллег. И, как говорит Бен Берковиц, создатель Cyclic Fix, который создал это, он говорит, что решение проблем – это только одна вещь. Что еще важно – это создание социального капитала, то есть совокупности эффектов, позитивных эффектов, возникающих в результате взаимодействия групп граждан. Вот, да, я поддерживаю овации к этому слову. Групп граждан и самих граждан между собой. И таким образом мы можем сказать, что в целом вот эти приложения, сфотографирую, это не просто решение плохих тротуаров, разбитых тротуаров, отсутствие велодорожек и так далее. Это массовое участие граждан жизни города, социальный капитал, решение, собственно, проблем. И важное слово, которое в одно слово не укладывается по-русски, это empowerment, это расширение возможностей. И моя роль сегодня – это сделать некое вступление. И, не знаю, наверное, кто-то из вас слышал, наверное, может быть, кто-то нет о сайте Теплиц социальных технологий. И у нас там есть три базы данных. База данных приложений, база данных инструментов, как правило, open-source инструментов, но также база данных сообществ. И время от времени они не просто у нас лежат, мы также делаем какой-то анализ. И я сделал специально для этой лекции анализ, где посмотрел городские приложения. Всего у меня набралось 64 российских краудсорсинговых приложения, приложения, первое из которых было создано где-то в 2009 году. И я не включал какие-то, которые совсем никуда не стартовали, и ничего с ними не произошло. И где здесь гражданские приложения? В целом можно посмотреть, что у нас есть 11 проектов, соответственно, многие из них отпали, но остались, выжили с 2012 года «Планета» и «Бумстартер». Приложения, посвященные выборам. Приложения, которые я заглавил, как условно, вот фикс-майстритовские приложения, их самая большая доля. Их больше всего, потому что это действительно всяческие народные карты, народные всякие там ушахидевские проекты, которые позволяли что-то отмечать и куда-то отправлять. Их оказалось больше всего обсуждение законов. И как вы помните, даже Медведевская администрация устраивала обсуждение законов с помощью краудсорсинга. И при этом все проекты в базе, которые у меня были, они все загнулись. Потому что в какой-то момент действительно зачем законы обсуждать, если можно их печатать. И дальше две крупные группы. Это группы мониторинга, то есть краудсорсингового мониторинга проектов, а также краудсорсинговой взаимопомощи. Если мы говорим о приложениях и мониторинга, и было много историй с мониторингом от казино, нелегальных жестокостей и так далее. И взаимопомощь. Я, собственно, участвовал в одном из проектов, посвященном проекту взаимопомощи. Это карта помощи. То, что мой коллега и друг Гриша Осмолов описал формулой, которая дальше разошлась, как это платформа матчинга, то есть поиска людей, с одной стороны, которым нужна помощь, с другой стороны, которые могут помочь. И вот так примерно раскладывается у нас ландшафт гражданских приложений, из которых городские приложения, как вы видите, занимают достаточно серьезную часть. Но насколько живые эти приложения? Ну, на 40% не живые. 40% у нас всех проектов, которые так или иначе участвовали в какой-то организации, онлайн-организации общества с созданием изменений. Они все умерли. Притом они умерли по разным причинам. И уровень смертности этих приложений, он отличался сильно по категориям. Если мы посмотрим, то обсуждение законов просто умерло. Краудфандинг был вырезан сильными конкурентами. Но, слава богу, что остались две серьезные платформы. По поводу выборов, ну, там их просто было мало. Мониторинг в среднем, среднее соотношение. А вот фикс-майстритовские проекты, которые мы сегодня будем обсуждать, у них самый низкий уровень смертности. То есть они либо не закрылись, либо не перешли в так называемый режим живых-мертвых, когда вроде что-то есть, но там никто ничего не публикует. Они остались. И это частично отвечает на тот вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. Значит, кому-то они нужны. И почему, собственно, городские проекты нужны людям? Ну, в целом, основные элементы краудсорсинга основываются на трех… Точнее, краудсорсинговые проекты основываются на трех элементах. Это пределы толпы, и в городах, как нигде еще, у нас большая толпа всегда. У нас есть много людей, особенно в Москве и в Петербурге. Но при этом здесь наверняка уже выступал или будет выступать Свят Мурунов, который говорит, что, в принципе, не стоит сильно радоваться какой-то сильно большой толпе, потому что у нас 90% в среднем в городе живут так называемые пассажиры и 10% только горожане. Поэтому, к сожалению, как бы мы не хотели засчитать условные 10 миллионов москвичей в пределы нашей толпы, но, скорее всего, это будет в лучшем случае. Один миллион, и то, если они не уехали куда-то уже или не собирают чемоданы. Но, что очень важно, это еще тип мобилизуемых ресурсов, и мобилизуются у нас в городских приложениях такие ресурсы, как время. Время, необходимое на то, чтобы показать или отправить что-то, что плохо лежит, что раздолбано, граффити нарисовано и так далее, что, в общем, не очень хорошо работает. И, как правило, если мы посмотрим на то, как люди пользуются городскими приложениями, как правило, они отмечают или пытаются изменить что-то, что касается непосредственно их. То есть, когда они идут от дома к работе или обратно, и вот что-то им бросается в глаза. И в данном случае этот ресурс, он есть практически у всех. И это хорошо. И тип целей, и здесь, на самом деле, то, тоже к вопросу о том, кому это все нужно, тип целей, да, то есть, ну, цель получить позитивный эффект, сделать что-то, чтобы этого дефекта, который мы видим каждый раз, чтобы его не было. И здесь то, что могут сделать, например, муниципалитеты, муниципалитеты могут, например, понизить уровень, скажем так, входа, да, для простых граждан, чтобы они могли это сделать, скажем так, быстрее и проще. И об этом мы сегодня поговорим. Вообще, как сделать таким образом, чтобы горожане себя почувствовали удобнее в этой среде и быстрее и активнее занимались этими улучшениями. И здесь, в принципе, как краудсорсинг показывает, если вы снижаете этот барьер, то люди начинают очень быстро реагировать. Но раз уж мы заговорили о роли муниципалитетов и о том, что они могут сделать, то, наверное, стоит упомянуть вот сердитого вот этого гражданина. Здесь тоже это интересно. Это как раз не то, когда индивидуальные разработчики или группы разработчиков или группы граждан пытаются как-то создавать городские приложения, а когда это какие-то органы, организации, аффилированные собственно с муниципалитетами или более высокими органами власти. Здесь основная проблема с этим приложением, то, что это просто очень дорого. Вот этот вот сердитый человек, который решил 26 тысяч проблем, стоил 47 миллионов рублей. Вот. И то есть это почти 1800 рублей на одну решенную проблему. Вот эти следующие итерации уже не сердитый гражданин, а активный гражданин. Соответственно, только известные данные на рекламу и пиар стали 30 миллионов рублей. И, казалось бы, ну, хорошо, это большие деньги, но когда у нас… Так, мне… Да, мне нужно уже заканчивать. Вот. Но когда у нас действительно такие большие деньги, почему бы не воспользоваться услугами независимых разработчиков? И тоже, если мы говорим и о социальном капитале, и о импауэрмент, то я просто здесь привожу скриншоты того импауэрмента, который дает нам это приложение. Твой газон, твои правила. И оказывается, что большинство участников голосования не готовы экспериментировать, экспериментировать и менять привычные правила ухода за газонами. Вот. Но при этом, что как можно было поменять эти правила ухода за газонами? Чтобы принять участие в акции и изменить правила покоса, нужно было набрать 50 голосов от одного двора, при этом 70 из них должны были высказаться за… И почему 70, почему не 51? Но это уже совершенно другие вопросы. Вот. Или, например, тоже по поводу участия «Голосуй все лето» акции. Условия простые. Простые. Примите участие во всех городских голосованиях с начала лета по 19 августа во всех голосованиях. И каждому участнику будет присвоен индивидуальный порядковый номер. Победитель определит генератор случайных чисел. И в этом же параграфе в экспертную комиссию видим генератор случайных чисел, который будет выбирать победителя, и войдут 15 участников проекта «Активный гражданин». Ну, это ладно. Вот. И я уже заканчиваю. Да, безусловно, приложения могут быть различными. И здесь авторы и следующие приложения показывают в целом такую… Можно их делить по-всякому. Я делю их. Попытался разделить российские приложения, присутствующие здесь, по двум осям координат. Тонкое взаимодействие, то есть не требующее умственных затрат. Просто там, например, поставил лайк, поставил подпись под петицией. Или толстая, которая нелинейная, которая не шаблонная, которую вам нужно придумывать или горожанам нужно придумывать. И символическая, которая сосредоточена на каком-то волеизъявлении, точнее, голосоизъявлении. Просто сказать, что вот мне что-то нравится или что-то не нравится. И влияющая, да, которую можно посчитать и которую можно увидеть в реальной жизни. И здесь мы видим с одной стороны и Change.org, и активного гражданина в одном сегменте, и все Cyclic Fix проекты, которые у нас концентрируются в толстом взаимодействии и во влияющем взаимодействии. Поиск доноров. Опять же, Руслан, возможно, меня поправит. Что это, с одной стороны, достаточно простая акция, дать кровь, но при этом она очень влияющая. И сенсорные приложения. И здесь вот буквально я уже опаздываю на две минуты, но я уже заканчиваю. И здесь я упомянул Change.org, который само по себе не является городским приложением, но является чрезвычайно важным, если мы посмотрим, как и особенно в других городах люди изменяли, точнее отстаивали, скажем так, тем изменениям, которые происходили не по их воле. И здесь тоже можно посмотреть, что это достаточно массовые явления саратов 24 тысячи подписей. Это все история успеха. Петербург 116 тысяч, Казань 83 тысячи и так далее, и тому подобное. И последнее, то, что я хочу сказать про будущее гражданских приложений. Сегодня с нами Дмитрий Барышников, авторы приложения SensorLog. И это не просто приложение, это еще вот такое устройство, которое напоминает такое вот, то, что за что вас могут наказать в аэропорту. Вот так. Что-то перевязанное скотчем за 2000 рублей, но которое позволяет измерять, например, уровень CO2 у вас в городе и еще соединять это все в сеть. И по мере того, по мере того, как у нас эволюционируют технологии, а в наших смартфонах сейчас уже около 20 различных сенсоров, их все будет все больше и больше, таких приложений будет больше, а это значит огромное количество данных. Огромное количество данных, чтобы помочь всем нам отстаивать наше право на приятную и здоровую окружающую среду и на то качество жизни, которое является высоким и достойным нас и наших детей, что, собственно, является целью, по сути дела, любого гражданского приложения. На этом я заканчиваю и свое вступление, и мы переходим уже, собственно, к индивидуальным докладам, которые, потому что наверняка многие из вас не слышали про эти проекты, а потом у нас будет дискуссия и обязательно полчаса у нас будут выступления из зала. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...